всем привет ребят с вами снова я марина морлок как говорит антон с добро пожаловать обратно на мой канал короче с вами марина морлок всем привет сегодня воскресенье сегодня 25 число и если верить астрологу ангеле перл сегодня солнце входит в мой знак в знак водолея где парад планет и сегодняшнего дня моя жизнь должна озариться солнечным светом стать приятный и радостный так выпьем же за это ребят я простудилась причем оно из-за того что началась вот это вот весна оттепель сырость везде какая-то придешь под ногами какая-то каша сырая сегодня выходил в магазин короче я сегодня вышел только до кб взялась я гермейстер сейчас я буду пить ребят предупреждаю уберите детей марлофагов от наших голубых экранов булькает потому что я буду пить алкоголь я уже вот тебе наливает кстати меня вовка научил пить вот из пиала я гермейстер из маленьких пиалочек потому что ваше здоровье вода не болейте вот у кого что есть сегодня наверняка осталось праздника с 23 февраля давайте ребят ваше здоровье где тут камера куда ваше здоровье если я сильно стукну у меня просто мой хилый штатив упадет туда вместе с телефон в общем еще в пятницу я пришла домой в таком немного простужном состоянии пока я ехала игру меня как навального вот просто буквально изводят потому что пока я еду до работы а мне ехать минимум 40 минут на электричке в электричке все кашляют сопливят и вот и ну люди видимо там ну у кого проблему у кого может ипотеки может еще что-то больные ездят на работу и вот они уже в электричке начинают чихать кашлят сопливить потом я приезжаю на работу у меня постоянно болеет сотрудник один причем он с воркуты вот он там даже на шахтах работал то есть это молодой здоровый красивый парень у него дочь недавно родилась но он короче вакцинировался от ковида наоборот чтобы не болеть и вот теперь он он что-то постоянно болеет причем говорят что так как у него короче трое детей что вот это дети в детском саду постоянно болеют приносит домой инфекцию он тоже болеет приходит на работу и короче говоря тоже там по кругу все болеют и я вот уже все уже в пятницу я пришла я уже какое-то такое легкое недомогание почувствовал на думаю это наверно усталость это на усталость потом вчера и позавчера я была дома но я домашними делами занималась конечно плюс я курила в окно и видим пока я курила я еще и больше простудилась и сегодня все вот буквально на такое ощущение как у меня температура как у меня какой-то какой-то жар меня бросает а мне пишет мальчик что там может быть там не знаю встретимся мы с ним вечером не встретимся как получится вот но у нас такие я не хочу больше обременительных отношений типа серьезных я на юсти запись термоядерная ладно потом короче в общем я не хочу после после вовки знаете вот опять упоминаем того кого нельзя упоминать два раза я уже двух персонажей о которых нельзя говорить упомянула навального его навального кстати мне очень жалко я очень рада что его тело вернут его близким и я надеюсь его дадут сохранить по-человечески потому что но это возмутительно то что сейчас происходит вот собственно я понимаю что надо было раньше записывать это видео вот но вот я надеюсь его тело выдадут и я надеюсь что люди смогут все таки прийти на похороны и проститься со своим как бы любимым политикам с тем кого кому симпатизировать потому что что людям дадут такую возможность я очень на это надеюсь постараюсь пойти если это получится ну я немножко от влепаясь от тем очень я простудилась я служу сегодня ночью я проснулась с кашлем я проснулась в пять утра с кашлем с больным горлом каким-то ощущением кого-то у меня какой-то ком в горле я думаю может это нервная какой-то очень я пытаюсь я гермейстером я прям как будто вот ком как будто меня что-то душат прямо вот тут вот где-то я пытаюсь выкашлить это и не могу вот какая-то такая тире я не знаю может это уже на нервной почве я честно сказать я последним так сильно переживаю изо всех вот этих событий в моей жизни в стране что я просто реально я от переживаний боюсь чем-то заболеть вот я понимаю что если сейчас начать то у меня там вены болят да у меня это не тромбофлевит причем он у меня начался еще в юности в 25 лет когда я стал я курил и плюс я за потому что у меня был тоже очень тяжелый жизненервный период я закурила плюс я стала вести половую жизнь активно и я стала принимать противозачаточные таблетки вот плюс выдалось очень жаркое лето 2010 года и из-за всего из-за этого у меня буквально очень быстро за три месяца развился тромбофлевит теперь я противотромбозное средство принимаю периодически два раза в год уже наверно слово тромб тоже на нельзя говорить я все говорю и все нельзя ничего не скажешь все нельзя так о чем бишь я я прям уже стал бать что может там какая-то уже там может какой-нибудь кови там уж какая-нибудь тястма уже развивается фиг его знает даже там где я учат живу тут ужасная загрязненность воздуха тут свежего воздуха практически нет вообще потому что тут прям с одной стороны магистраль не просто дорога вот прям реально такая мощная магистраль с другой стороны магистрали и плюс еще вот это вот огромная железная дорога просто огромная и весь такой район новый просто вот очень плотной городской застройкой то есть зелени это вообще хотя называется это все зеленоград вот я в районе где я жила я не скрываю это новокрюкала тут вообще ну новая крюкique в Новокрю clinical новая крюква тут ну просто тут нету деревьев как в этом не а я они тут есть но они очень маленькие какие-то они очень маленькие очень чахленькие вот и я из окна вижу только бетонные дома соседние дома 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 одни бетонные серые серые коричневые бурые светло-серые в общем дома и все вот такая тема о чем бишь я то есть ну тут можно доехать до парка но это надо ехать или очень далеко идти о том что вот я чувствую какую-то простуду и даже боюсь с чем-то заболеть я понимаешь надо мне ехать проверяться я думаю наверное проще ехать в редкины и проверяться там платно или может быть меня там даже бесплатно согласятся принять но я там не прописано там про по прописке бы они приняли но блин я там не прописано и не проживаю такая тема что я хочу сказать короче фикса чате нашли мой канал привет всем кто с фикса чата пришел на мой канал я у меня сегодня такой разговорный разговор на питьевое видео в общем ваше здоровье господа фикса чатовцы за вас на ваше здоровье за ваше благополучие за фиксина шибанутого пришли многие фикса чата чат называется да он так и называется фиксы чат есть антификсина вот самый такой трэш там на фиксы чате вот фиксин это такой пожилой дедушка он раньше такая была дебильная деструктивная тема типа пикап пикап это как бы ну на самом деле изначально это не деструктивно пикап это искусство соблазнения и раньше были даже такие пикап курсы на этих курсах мужчин парней ну кстати женщин тоже есть курсы женского пикапа потом это короче изначально это было просто искусство соблазнения девушек и женщин где парней мужчин учили просто общаться и знакомиться с девушками и женщинами с целью как бы развести их на секс но на самом деле я ничего плохого вот изначально по идее я в этом ничего плохого не вижу потому что я люблю секс я честно признаюсь я люблю алкоголь я люблю курить я люблю секс кстати-ка я пишу в своих объявлениях о знакомстве я пишу что я люблю слушать музыку сериалы смотреть ну это я тоже люблю сериалы смотреть и музыку слушать и гулять и купаться и плавать я люблю но на самом деле больше всего я люблю алкоголь курить и секс ну вот курение я сейчас бросаю потому что это очень вредно а если я сексом долго не занимаюсь даже хотя бы неделю а знаете у меня прям уже прыщи начинают появляться меня как-то начинает обсыпать прыщами и настроение херовое какое-то становится прям такой депрессивный фон то есть мне нужно чтобы убрать этот депрессивный фон либо выпить либо покурить либо еще что то сделать в этом смысле секс он меньше если он безопасно если используются презервативы если партнер здоров он меньше несет негативного как бы менее негативный отпечаток дает на организм чем курение алкоголь от секса нет похмелья игру но это и мужчина должен быть адекватной то есть который нормально умеет пользоваться своим телом нормально умеет пользоваться презервативами и не будет нервотрепать и присаживаться на уши а на самом деле таких мужчин очень мало которые действительно от женщин ничего не хотят вот я обратил внимание я сейчас знакомлюсь ну много на сайтах знакомства я уже я уже свои анкеты с сайтов знакомств удалилась я уже удалилась love planet удалилась еще там некоторых сайтов и я наоборот уже потихоньку удаляюсь и сегодня удалюсь с оставшихся там с мамбы из прочей хуямбы вот потому что очень много мужчин токсичных которые пишут гадости либо они требуют начинают прям требовать секса прямо сейчас когда им удобно как им удобно то есть то есть они кого-то они куда-то в бордель пришли если тебя надо прямо прямо сейчас и так вот именно как ты хочешь но этим бордель платить деньги там тебя будут рада углажать ко мне-то идти у меня не коммерческая некоммерческие услуги господа бренд я так могу на пицца ко мне придет если парень гостя уже такая пьяная он наверно он я с ужасом думаю что он меня на трезвый никами у меня время для встречи появляются только выходные а выходные я пью ну да я бухаю я это не скрываю я честно признаюсь я думаю бросать но бросать надо все постепенно то есть сначала я хочу бросить курить вот я сегодня уже с утра не выкурила ни одной сигареты я купила пачку сигарет учат за отказ от плохих привычек но я еще ни одной не выкурила я пытаюсь все-таки не курить я пытаюсь сначала отказаться от сигарет а потом возможно получится и от алкоголя отказаться даже но алкоголь у меня все-таки по выходным по праздникам больше даже когда я работаю мне просто некогда сейчас уже если я раньше выпивала пока я в электричках ездила то есть там далеко в мужике я там выпивала то сейчас вот в новых электричках ласточках там в этих выволгах там пить нельзя там ходит охрана и могут штрафануть вот поэтому электричках в это я езжу я уже не выпиваю и а когда я приезжаю домой у меня остается время только помыться там стирку какую-то закинуть на короткий цикл там на полчаса буквально освежить там какие-то свои вещи помыться поесть посуду помыть и все я уже спать ложись у меня есть посудомойка но я не пользуюсь так чтобы она заполнилась это нужно дня три но если я одна и я сейчас понимаю что я изначально была настроена на жизнь соло на жизнь в одиночестве я бы по-другому несколько кухню сделал я бы не покупался такой большой стол кухонный потому что у меня ну большой кухонный стол большая посудомойка вот но хорошо что у меня холодильник маленький что холодильник большой не стал покупать мне просто было не ну что вот я понимаю что если живешь одна то это маленькая стиралка маленькая посудомойка даже не обязательно встраиваемая достаточно настольный вот маленькая печка ну продаются маленькие такие печки чтобы что-то запекать там если хочется выходной что-то там приготовить там маленькие холодильники то есть изначально надо ну вот я понимаю что мне нужно признать что это по человеку который скорее всего всю жизнь проживет один потому что я уже привыкла жить одна из 25 лет 28 лет я живу она то есть я уже где-то да лет десять я прожила на ну плюс вот то что полтора года мы прожили с ловой ой нельзя говорить опять же не буду говорить право в общем там было много и хорошего на много было ссор и руганий потому что мне очень как бы ну попара по различным короче по личным причинам в общем я понимаю что мне проще жить одной мне так легче я меньше напрягаюсь у меня меньше сил меньше нервов уходит на ссоры на выяснение отношений на какие-то на согласование что мы будем делать выходные на всякие вот это вот мне проще жить одной и мне так проще и легче и спокойнее я очень ревнивая если я живу одна если сразу как бы договорились что у нас будет не будет никаких обязательств отношениях потому что другим парнем он сразу мне сказал я вас расспросил а ты свободен это женат он такой но у него жена в другом городе то что он тут работает у него тут вахта у него тут объекты этот объект будет строиться несколько лет потому что сейчас в зернике развернуто глобальное строительство короче стратегически важных объектов они будут строиться еще несколько лет то есть несколько лет он будет жить в отрыве от своей семьи приезжая их навещать там несколько раз в год и понятное дело что молодому мужчине столь долгое время без секса как бы обходиться будет тяжело вот и поэтому меня сейчас там укоряет вот вы встречаетесь женатом но и так и так я говорю он не сможет несколько там по полгода извините воздерживаться ему придется или встречаться или искать себе женщину или встречаться с проститутками лучше пусть он встречается с такой вот это и приятно обоим вот и мне тоже приятно встречаться с молодым мужчиной то что за этого своим ровесникам я не нравлюсь мои ровесники вот тот же самый фикси начинают во мне замечать какие-то недостатки они начинают замечать мой лишний вес там не какой-то целлюлит который нужно рассматривать под микроскопом какой-то плохой запах толстый живот и еще что-то и вот мне начинают там писать про мои недостатки в основном с вами это пишут либо ну в основном причем за это в основном с вами это пишут молодые красивые гламурные девушки там и молодые парни мускулистые мне что-то не пишут никаких гадостей может быть их просто такие люди не тусуются на моем канале а пишут мне гадости в основном своем люди зрелые доля так пытаются от комплексов избавиться то ли еще что-то особенно много пахостей мне пишет фиксин он мне пишет прям всякие оскорбительные гадости в стиле того что он бы не стал со мной ну про то какая я жирная уже пишут в этом чате откровенно и вовка которого нельзя называть написал что ему было стыдно со мной ходить по улице потому что я жирная это все сейчас вот вам пересказываю мне прям курить хочется я вот на самом деле хотя вот ну михаил лапковский говорил что не надо комплексовать и стесняться надо спокойно признать да я полная да у меня полный живот да у меня большая грудь отвисла немножко потому что гравитация могу даже прям совсем сиськи не буду голые показывать ну вот вот так вот вот так вот так вот это все выглядит вот так вот это все выглядит вот так вот такое вот такое вот тело такое вот у меня тело может кстати если так почаще делать массаж может быть и кстати спадет немножко вот говорят что вот надо массаж груди делать вот так вот надо ее все время ну когда моетесь и к или когда ласкаетесь нам так снизу вверх и делать чтобы она короче не отвисал ну в общем вот так вот я все равно ну-ка в лифчике даже в мягком у меня все равно грудь поднимается немножко но голые сиськи я не буду показывать но когда меня просят там иногда познаком по знакомству прислать я присылаю просто или чтобы люди сразу представляли как я на самом деле выгляжу потому что да у меня и грудь немного отвисла и живот есть вот так я выгляжу и лобковский советует а я слушаю лобковского других психологов и лобковский другие психологи советуют ну не стесняться как говорится что выросла то выросла конечно я стараюсь носите не носить облегающие вещи и светлые чтобы они меня не сильно обтягивали вот но с моей фигурой как вы понимаете меня практически все обтягивает ну короче вовка пишет что ему стыдно было со мной по улице ходить потому что я жирная господин фиксин написал что он бы меня не стал бы со мной заниматься сексом он не стал бы меня потому что я типа толстая некрасивая максимум он мог бы дать мне в рот мог бы он мог бы но ему никто как бы не позволит вот потому что сам фиксин это пожилой и некрасивый дедушка прям прям дедушка и он очень на лицо он кстати очень похож на страшную монахиню из фильма проклятие короче говоря и когда я сделала такой фотожабу на него он жутко короче говоря на меня все обиделись в этом чате потому что меня значит оскорблять в этом анти фиксин чате можно а если я что-то делаю это все ужасно в общем сейчас я вам покажу не знаю видно или нет вот этот чат фиксы чат вот собственно гений с гитарой я не знаю вам видно нет я просто если переключу у меня сорвется видос вот он фиксы чат и вот собственно сам гениальный короче гениальный фиксин тут то было изображение его женщин я короче не знаю видно а вот вам видно вот короче это фиксин еще известен тем что он был пикапером и он написал целую книгу то есть он был пикапер графоман целую книгу сомнительных литературных это параллельно еще смотрю новости с антоном с вот и читающий фиксы чат в общем тут вот видно лицо самого фиксина а это одна из его женщин он написал гениальную книгу стой кисок фиксина он назвал эту книгу и в общем тут еще вот иллюстрации то есть в этой книге он описывал свои знакомства пикап знакомства с разными женщинами и секс с ними вот в общем это вот фото иллюстрации видимо его похождения также он вел живой журнал и вот чтобы вот там не пробивали он женщинам закрывал лицо и вот делал всякие такие мега обработки фотографий вот собственно сам фиксина это очередная красавица или вот еще тоже ну короче качество всех этих фото видео оставляет желать лучшего а вот это жена собственно фиксина так вот это его жена он женат вот дальше его чудесные отношения семейной женой но это я вам не буду показывать я вам сейчас зачитаю короче говоря вот эту жесть ой к сожалению похоже я удалила самую жесть короче вот эти вот 100 кисок фиксина а вот да вот он написал короче книгу киски фиксина не знаю фиксина фиксина как правильно киски фиксина или может киски фиксина и вот собственно это название не знаю вам видно или нет если вам плохо видно я извиняюсь но в общем вот название его художница та книжка назвал 100 киск кисок фиксина посвящена женщина фиксина как правило он находил женщин ну либо находящихся в сложной жизненной ситуации либо но с комплексами каких-то какими-то вот в общем художница вот это вот еще такие вот я говорю иллюстрации и там он описывает свой короче опыт сексуальной типа художница позвонила мне по объявлению в газете художница работала на дому вот не толстая с небольшим возрастным животиком в первый раз мы встретились макдональдсе посидели поболтали ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля и там короче описывались занятия любовью так далее вот и вот такие вот иллюстрации но вот короче говоря художница это еще не самая страшная художница бухлушка простушка еврейка в шортах и тут 2002 год разведенка тормозок и это все вот с картинками мед целка бродяжка загадка не венка он еще женщин не называет по он им дает какие-то дебильные очень дурацкие какие-то прозвища типа любосек 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 или любосек военная худо продалка боя моделька дикарка геронта вот например описание следующая женщина тоже оказалась не молодой ей было 50 лет в тоже в то время для меня это означало целую вечность и он на параде дал прозвище геронта геронта была как и большинство в ее возрасте слегка полновата мы познакомились в асик ю она просила держать наши отношения в тайне вот первый раз мы весной поехали на ее маленькой машине на побережье я разделся до гола и окунулся в холодную воду балтийского моря после этого мы заехали на машине на музейное поле и там начали заниматься любовью было холодно у меня не вставал вот ну вот в общем вот стиле короче говоря фиксин описывает свои встречи геронта чайка первенец пьяная его алкета вот допустим по объявлению мне позвонила женщина это все из открытого доступа ребят я ничего не вору этого в открытом доступе фиксин написал по объявлению позвонила женщина и пригласила в гости она потребовала чтобы я принес с собой бутылку водки мне было неловко покупать водку так как я не пил ну тогда девушки еще могли вертеть мною как хотели а никогда раньше не покупал спиртное жутко стеснялся купил бутылку к водке пришел в гости квартира алкета неуклонно приближалась к состоянию бомжатник видно что хозяйка только начала спиваться женщина была старовата лет 40 его короче или 40 это уже старая для него два раза старше меня а ему там было 20 но я так и голодал что был готов алкета загрузила меня темы про колдовство выпила ля 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 действительно выпила и сказал что может управлять моим членом действительно в этот раз мой верный член впервые мне изменил и не встал то есть такая ситуация когда ну фиксина короче случались фейлы и падение короче всего это у него часто тема что все-таки наводит на мысль что либо девушек нужно искать не таких алкета либо как-то поработать над собой алкета хабла холодна как лед ее больше возбуждала водка чем я вот больше мы не встречались она мне досталась за бутылку водки в общем такие самые короче интимные моменты а пропускали в общем выполнены поняли а вот собственно гений тут еще там свинки каналия рыночная зубоскалка ушибка мистика первая жена он еще был женат в общем вот в общем вот такие вот приключения а вот собственно сам герой описывать не они антонес а вот 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 это его приключения собственно и это его вот фиксы чат был сегодня 1424 общем а вот еще вот так вот выглядит герой я вот обратил внимание что большинство мужчин на сайте знакомства которым 40 плюс лет выглядит вот как-то так вот так они выглядят меня очень сильно кричит кошка вот у меня сильно орет прям на взрыв кошка а у соседей снизу тоже так и же истеричного гавкает собака и вот они как будто бы друг друга сменяют то у меня кошка начинает орать и кричать то у соседей начинает собака гавка и это конечно трэш я бы с удовольствием сходила бы погулять на погода на улице а сейчас оставляет желать много лучшего поэтому гулять я не пойду буду слушать вопли животных сейчас наверное просто музыку врублю и все а так кошка орет все дерет я честно скажу наверно это не хорошо прозвучит но я пожалела что завела кошку но я не совсем не то чтобы пожалела если бы я ее не завела вот она кстати хотела на ручке я бы думала что кошка это клево это очень супер-пупер что кошка это круто но кошка постоянно 1 постоянно писается в свои покрывала постоянно орёт ей постоянно холодно постоянно болеет в общем но сейчас она сейчас ей полегчало как тебя полегчало полегчало и она мурчит но отворачивается не любит сниматься не любит сниматься не любит мыться, не любит туши чистить. Я пытаюсь что-то как-то с ней какие-то действия провести, она царапается. В общем, другую кошку, честно сказать, эта кошка пусть живёт. Я к ней привыкла. Вот она, красотка. Я к ней уже привыкла. Но, говорю, вторую кошку, там, третью, четвёртую, пятую я уже заводить, скорее всего, не буду. Хотя, конечно, по-разному может случиться. Но вот этой вот мне более чем хватает. И вот видите, я постоянно себе пастилаю какие-то на колено покрывала или толстый халат, иначе она просто раздерёт. И штаны все будут в зацепках, и ноги она подерёт до крови. Вот. В общем, вот такая вот история от кошачьей жопы в кадрах во всех у меня. В общем, вот такие вот дела у меня. В общем, сейчас на фиксинг-чате нашли мой канал, и там активно теперь обсуждают ещё мой канал. Так что привет всем новопредбищ... новоначальным моим подписчикам с фикса чата. Вот. А у Фиксина уже в виде, видимо, он что-то дал. Поначалу он там активно публиковал свои там стуки с Фиксиной, свои рассказы о завалах. Завалами он называл, короче, свершившийся половой акт с женщинами. Фиксин называл завалами, вот. Вот. Потому что у него какая-то такая, ну, акцент именно на половой сфере. Причём, как я вам уже зачитала, он предпочитает количество женщин. Качество женщины вообще не интересует. ему главное количество. Вот. Собственно, и меня сейчас там на этом фиксы чате активно обсуждать. И обсирает Фиксин с Вовкой. Вот. А остальные фиксы... фиксы чатовцы... фиксы чатовцы как-то более лояльно ко мне настроены. Так что всем ко мне... короче, всем, кто ко мне настроен лояльно, всем привет. Вот. Всем, кому... кто настроен нелояльно, а также Фиксину, короче говоря, хрен на воротник. Вот. И я вот обратила внимание, что многие мужчины 40 плюс лет, они, во-первых, выглядят как Фиксин, то есть они выглядят лицом, они похожи на демоническую монахиню из фильма Проклятия. Вот. Так еще и, видимо, не знаю, может у них уже простатит, может... Ну, я слышала такое, что у мужчин после 40 лет у женщин-то лишний вес начинает появляться, а у мужчин начинают появляться проблемы с простатой. Вот. Может у них уже простатит, может у них уже там хрен не так стоит, как Фиксин говорит, зефирина рипа, то есть это значит, что хрен не стоит. Вот. Может еще что-то, но вот любят всякие гадости писать, критиковать, внешности, просто критиковать и на уши садиться, и всякое говно писать, любят именно мужчины там 35 плюс. Почему-то у молодых мужчин такого критического мышления в адрес женщин не наблюдается. Я так думаю, что может у них еще накапливается багаж негатива, а накапливается багаж негатива у них, потому что у них изначально завышенные требования к женщинам, вот, и у них очень сильное прямо разочарование и обида идет на женщин, что женщины не стараются их ублажать там своим видом и, короче говоря, просто тупо им не дают и мужиков от этого бомбит. Вот. А еще я обратила внимание, что много мужчин меркантильных на сайтах знакомств, потому что мне сразу, ну вот, буквально стоит там созвониться, знакомлю себя с каким-нибудь мужчиной, начинаем мы общаться, потом мы созваниваемся, и там у них чуть ли вот, там первый вопрос, там, привет, как дела? Все нормально. Второй вопрос, есть ли у тебя муж дети? Мужа и детей у меня нету. Вот. И жены нету, и детей нету, и даже тещи нету. Вот. Как в сказке, короче, зато есть перспектива, как в сказке Сектор Газа, нету тещи ни хрена. Тещи тоже нету. Вот. И у них сразу такой вопрос, а у тебя своя квартира, или ты снимаешь? Или ты, ну, они сразу спрашивают, где ты живешь? Я говорю, живу в зеленогране. И следующий вопрос, а ты снимаешь, или у тебя своя квартира? Я думаю, вот же, блядь, меркантильные суки. Вот. Мужчины любят обвинять женщин в меркантильности, но очень много меркантильных сук, прям проституток я встречала среди мужчин. Вот. Но я не встречала, а вот просто общалась, я просто после этого, после того, как я, начинаю понимать, что мужчина на самом деле меркантильная сучка, блядь, у меня уже не хочется с ним больше встречаться, потому что, ну, кожаную палку мне и бесплатно могут бросить, там найдутся добровольцы с южных республик, но с юга. Ну, почему-то с юга, там, может, другие какие-то традиции в основном свои. Ну, и не только с юга, и с севера тоже. Вот. Кто это может сделать все бесплатно? И, в общем, и мужчины прямо интересуются, вот так вот прямо это, а у тебя своя? И когда я говорю, нет, я с ней, а я говорю так, я говорю, у меня есть своя квартира, я говорю, я постоянно проживаю, ну, действительно, это правда, я не хочу врать никому, я не хочу никого вводить в заблуждение. я говорю, я постоянно проживаю в городе Зеленограде, я работаю в Москве постоянно, уже третий год, там, на должности главный дизайнер, специалист по допечатной подготовке по УФ-печати, и также по широкоформатной, сольвентной печати, сольвентная печать очень токсичная, вот, производство вредное, молоко тают, но я не могу молоко пить, у меня аллергия на него. Ну, вот. Я говорю, а своя квартира у меня есть в Редкино? Ну, правда, это же, я не вру, я говорю, честно, как есть, я говорю, у меня своя квартира есть в Редкино, я говорю, там очень красиво, я говорю, у меня маленькая однушка, ну, в хорошем доме, в кирпичном, в пятиэтажном, вот, это, кстати, называется Сталинка, оказывается, вот такие кирпичные пятиэтажки, как у меня в Редкино, это, типа, сталинские пятиэтажки, ну, да, их, типа, У меня хорошая однушка, чистая, и там вид прямо из окна, там очень красивый. Я говорю, хочешь мы как-нибудь с тобой поедем, ты увидишь, там реально, там очень красиво. Действительно, так есть, там очень красивый парк, сосны, прям как вот в песне Цоя сосны на морском берегу, только там не на морском, правда, но действительно там очень красиво. И многие мужчины после этого, особенно кто там из Москвы, из Зеленограда, ну короче, москвичи, после этого сразу сливаются. И меня прям возмущает, я честно скажу, меня прям стало бомбить, потому что я раньше, честно сказать, я вот сейчас в этом каюсь, но я даже отказывалась от знакомств с женщинами, потому что мне казалось, что женщина меркантильная, и чтобы иметь серьезное отношение с женщиной, надо много зарабатывать. Ну, я мало зарабатываю, ну, по московским меркам, я мало зарабатываю, то есть у меня зарплата, ну, 70-80 тысяч, 80, если я не косячу. Вот, собственно, но это уже после вычета налогов, потому что я еще налоги плачу по полной программе, так как люди не женаты и без детей, плачут в России усиленный налог, кстати, для тех, кто любит обвинять, что вы живете для себя. Я живу для родины, я живу для своей родины, я плачу увеличенные налоги, вот, в общем, моя компания платит налоги, потом я еще дополнительно плачу налоги, мы оплачиваем вот все, что происходит, вот это, вот, все вот это, вот, что происходит, мы оплачиваем. Вот, и я, в общем, думала раньше, что женщины меркантильные, на самом деле нет, женщины меня особо не спрашивали там. Не, они просто спрашивали там, у тебя есть квартира? Я говорю, ну, есть. А ты где живешь? Я говорю, ну, в Зеленограде, как бы, и все. А мужчины прямо спрашивают, а ты собственник или ты снимаешь? Вот, если я говорю, а я не говорю, ну, что я собственник, я говорю, я постоянно живу в Зеленограде, и у меня есть своя собственная квартира в Реткино. Ну, я говорю, если предполагаются отношения половые, там, романтические, эротические, то какое имеет значение форма собственности на квартиру? Я говорю сразу, у меня же личных проблем нет, у меня есть квартира, можно там встречаться, ну, у меня дома можно встречаться, все хорошо. А еще у меня есть своя квартира в Реткино, можно туда ездить, там, на летом, на выходные, там, очень клево и красиво, и река недалеко, там, ну, вот, вообще, вообще супер. И все, и многие москвичи-зеленоградцы просто сливаются сразу, вот, хотя сейчас, я говорю, сейчас уже нет такого понятия, сейчас уже прописка вообще ничего не значит, можно иметь прописку, можно не иметь, мне московская прописка вообще ничего не дала, прямо от слова совсем, хотя она у меня есть. Но меня даже не хотят в поликлинике регистрировать в Зеленоградской, говорят, у нас все переполнено, у нас мест нет, у нас талончиков нету, какой смысл вам регистрироваться, мы талончики даем инвалидам, беременным, ветеранам, тем, кто идет на СВО, а если вы не беременны, не инвалид, не ветеран, на СВО не собираетесь, то мы вам дадим в последнюю очередь талончик, это будет через несколько месяцев только, потому что у нас очередь, короче, и вот прямо так говорят, что вам проще, если вам срочно нужны анализы или что-то, вам проще платно сдать. Я думаю, что может мне проще реально, блять, может мне проще вредкино прописаться нахер просто, но я там не проживаю постоянно, чем вот эта московская прописка, которая по факту дает только пенсию, до которой ты хер доживешь. Но меня поразила меркантильность мужчин, потому что для них реально прописка имеет значение, даже если отношения предполагаются не семейные, а даже если планируются просто половые отношения, или всё равно у мужчин какая-то и у приезжих тоже, и многие приезжие тоже, когда я говорю, что у меня квартира вредкино, они прям сразу или сразу говорят, что типа только интимные отношения возможно, ну только, короче, их интересует только секс, а серьёзные отношения их не интересуют, либо сразу сливаются. А если я говорю, что, ну, вдруг выясняется, что всё-таки квартира у меня своя собственная, вот, если я вдруг проговариваюсь или об этом говорю, то мужчины резко хотят сразу серьёзных отношений, сука, блять. Вот. И вот только вот этот мальчик, который там, который женатый, ну, единственное, что только он не меркантильный мне попался. Остальные меркантильные хуи, блять, мне пишут. А как я, ну, сняла видео, что я ездила возлагать цветы к словецкому камню, многие прям сразу у меня удалились из Телеграма, удалились из других, прям, в чифре, как хуем сдуло, извините. Я думаю, слава богу, в общем, почаще надо посещать такие мероприятия, вот, и всяких левых людей сразу поубавится в вашем окружении. В общем, с вами была Марина Морлук, я вас целую, обнимаю, вот. Жду бурления говн в комментариях. Сегодня такое было у меня разговорное видео. Всем счастливо, пока-пока. На следующей неделе пойду на концерт, если не заболею, а сейчас буду лечиться. Приходи ко мне лечиться и коровы, и волчицы. В общем, не болейте. С вами была Марина Морлук. Ставьте лайки, пишите комментарии, вот. Не забывайте про мой канал. Продолжение следует...